Приветствую вас! Первое, с чего мне хотелось начать свой ответ, это с того, что я правильно понял вас, ваше сообщение, где вы пишете, что я танцева пила. Это означает не то, что вы страдали алкогольной зависимостью, как подумали мои коллеги, в частности, коллега Лидия, а это означает то, что вы своего мужа пилили, и, соответственно, вы осознаете свою вину за то, что вы это делали. А вот. Значит, здесь мне кажется наиболее правильным и таким интересным ответ другого коллеги, который я ответил вам в тариф, он говорит, значит, о том, что у вас обиды, что вы эти обиды друг на друга перекладываете, это очень правильное замечание, на мой взгляд, но я бы хотел немножечко вот расширить его идею и поговорить с вами чуть более подробно о том, что вы написали. Значит, вы пишете, что у вас двое детей, 6 лет и 1 годик. Для меня мой муж был как супермен, но в последние в этой коллекции изменился много пил. Ну вот, здесь уже можно вам кое-что сказать. Вы говорите, что ваш муж был для вас как супермен. То есть вы его идеализировали и, скорее всего, полностью переложили на него ответственность за свою семью, за свою жизнь, за то, что с вами происходит. Значит, если вы любите его, если вы уважаете его и восхищаетесь им, тем самым давая ему возможность почувствовать себя суперменом, это одно, это хорошо. Но если вы не позволяете своему мужчине быть слабым, даже иногда, если вы не принимаете проблем именно его мужчинам, если вы перекладываете на него, как я уже сказал, вам через чур много ответственности, если вы делаете так, то ситуация, конечно, складывается таким образом, что мужчина начинает пить. Давайте подумаем, прежде чем обвинять его и прежде чем двигаться дальше, давайте подумаем, почему ваш муж начал пить, если он меняется в лучшую сторону сейчас, как я понимаю, то есть не пьет так, ну, так вот сильно, да, как раньше он не злоупотребляет алкоголем, вот, значит, если он не пьет, значит, он как таковым не был алкоголиком. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь в этом. Если он не был алкоголиком, значит, пить он начал, ну, вот, серьезно, во время вашего брака, и, соответственно, если он начал пить во время вашего брака, то были какие-то вещи, которые его заставляли это делать. То есть мужчина через алкоголь проявлял себя, проявлял свои какие-то вот желания невыраженные, судя по всему, и, соответственно, алкоголь был для него способом выражения своих потребностей. И то, что он, например, там, писал другим женщинам на сайте знакомств, то, что он делал, то, что он говорил по отношению к вам, то, что, как он вел себя, все это свидетельствует о его неудовлетворенности. Понятно, что вы не могли, вот, значит, ну, не могли не оказаться в стороне. Понятно, что вы отвечали ему, понятно, что вам это все было неприятно, безусловно, вот. Другой вопрос. А почему мужчина выбрал единственным для себя вот способом выражения своих потребностей именно алкоголь? Почему он, например, не, допустим, не разговаривал с вами относительно того, что его беспокоило, что с ним происходило, что ему было нужно, что ему не хватало и так далее. Потому что, скорее всего, вы просто-напросто ему не позволили бы это сделать. Он не привык разговаривать с вами. Опять же, поправьте меня, пожалуйста, если я сейчас ошибаюсь. Но, когда вы говорите, что ваш мужчина для вас был суперменом, это вот наводит именно на такую сразу мысль, на его идеализацию, то есть вы его идеализировали, своего мужа, и на, собственно говоря, невозможность того быть слабым для вас, и, соответственно, для себя. И отдельным пунктом я бы хотел, чтобы вы сказали, чтобы вы ответили на вопрос. А вот, когда у вас все было хорошо, вы разговаривали со своим мужем? Он делился с вами, значит, своими переживаниями, своими эмоциями, своими потребностями, своими страхами, может быть, даже. Вот. Если нет, то ситуация довольно известна. Если да, то, видимо, недостаточно. То есть начать нужно вам вот именно то, именно с того, чтобы понять, почему муж ваш начал пить. В чем проблема его такого поведения? Ибо ничего просто так не бывает. К сожалению. Далее вы пишите, что он начал менять сейчас в лучшую сторону, это заметно. И из этого я делаю, в общем-то, вывод такой, что вы осознаете, что ваш мужчина, значит, делает шаги в сторону, в конструктивную сторону, в положительную сторону. Вот. Но вы сейчас не можете его, по сути дела, простить. Вы не можете простить своему мужу то, что, значит, у вас было в тот момент, когда вы уссорились. Вы знаете, опять же, проблема не общения, вот если угодно я такой вот термин использую, да, проблема не общения. Она касается ведь не только вашего мужа, она касается и вас тоже. Это не только проблема мужчины, но и ваша проблема. Вы тоже недостаточно выразили свои переживания по данным фактам. Вы недостаточно разговаривали с мужчиной о том, что вас задевает, о том, что вас беспокоит, о том, что вас волнует, о том, чего вы хотите и так далее. Вы недостаточно со своим мужем это обсуждаете, а обсуждать нужно. И разговаривать со своим мужем на эти темы тоже очень нужно. Нужно делиться с ним своими переживаниями. Нужно не бояться высказывать свои какие-то эмоции, свои какие-то там негативные, ну, негативные аспекты, касающиеся того, что ваш муж, например, делал и так далее. То есть нужно более активнее разговаривать, нужно более активнее друг до друга доносить, чего вы хотите, чего хотите вы, чего хочет ваш муж, как хотите вы, как хочет ваш муж и так далее. То есть, фактически, фактически, речь идет о том, чтобы вы со своим мужем вот вспомнили то, кем вы были, скажем, до брака. Вот, кем вы были, ну, до того, как стали мужем и женой, до того, как у вас появились дети и так далее. Как вы в это время, в эти моменты с ним общались? Как вы в это время, в эти моменты с ним взаимодействовали? Как вы выражали, как вы выражали в эти моменты свои чувства и эмоции, с кем вы были тогда? И подкорректировать нужно ваше поведение. Делать его более открытым для, например, вашего мужа, более прозрачным для мужчины. И, соответственно, стараться лучше его понимать. Далее. Далее я вам могу сказать только то, что пояснил вам мой коллега. Коллег сказал, что вы перекидываете обиды друг на друга, это действительно так, но вы пишите, что я будто сплю, а потом просыпаюсь и эмоции переполняют меня, особенно негативно. Вам нужно учиться правильно эти эмоции выражать. Ибо они сами по себе естественны, ибо это тот, что вы хотите, но выражать эмоции нужно правильно и не так, как это делаете вы. Что значит правильно выражать эмоции? Правильное выражение эмоций означает, что вы, во-первых, не обвиняете кого-либо в своих проблемах, например, в своих негативных эмоциях и так далее. А вы просто напросто говорите своему мужу о том, чего вы хотите, чего вы желаете, что вам нужно и так далее, и так далее, и так далее. То есть именно вы выражаете свои эмоции вот именно в таком важном аспекте. То есть, согласитесь, немножечко по-другому вы это делаете. Не так, как вы делали, например, это, ну, до этого. Не так, как вы это делали до, скажем, ну, пусть так вот нескромно будет до сегодняшнего дня. Да, вот так вот давайте скажем. Вот то, что вам нужно как следует понять. И своего мужа просить, чтобы он делился с вами тем, что ему не нравится, тем, что его напрягает, тем, что вызывает у него негативные эмоции и так далее. Как вам сказал мой коллега, отходите от поведения, кто виноват, да, и подходите к поведению, чего я хочу и как я хочу. То есть, не говорите, например, своему мужу о том, что он, ну, допустим, допустим, а какие-то вещи делает не так. Говорите своему мужу сразу о том, что вы хотите и спросите у него, чтобы он вам рассказывал то же самое. Видите, у вас происходит как бы волнообразный график ваших эмоций. То вам кажется, что все хорошо, то вам кажется, что все довольно плохо. И у этого есть причины. Вы живете прошлым. Вы не живете настоящим, к сожалению. И прошлое, когда что-то вас, ну, как бы, натакивает на память о нем, на ассоциативную память о нем, о прошлом. Вот сразу запускается этот механизм, защитный механизм, который и не позволяет вам набрать новичие более позитивно. Здесь только понимание того, почему муж так поступал, и выражение своих обид, выражение своих эмоций. Разговор именно о себе, а не о мужчине. Концентрирование внимания на том, что вам было неприятно, что вам было плохо, а не на том, что плохо делал ваш мужчина. Это ключевой момент в том, что вам нужно исправить, что вам нужно подкорректировать, что вам нужно изменить. Вы говорите, что, значит, ну, у вас есть стимул, у вас есть стимул, это муж и дети. Но вы говорите, что вы не можете нормально пережить то, что было, когда он пил. Ну, во-первых, почему вы профессионируете его поведение, когда он пил, как поведение адекватное и как поведение такое, какое он бы хотел от себя. Все, что мужчина в то время сделал и хотел, было продиктовано его, как я надеюсь, вы согласитесь со мной, с нереализованными желаниями. Так вот и стоит подумать, чего мужчина хотел, собственно, что стоит за этим. И осознать свою ответственность за то, почему он не мог с вами поделиться тем, что его беспокоил. Вот и все. И по сути именно в этом направлении вам и нужно двигаться. Далее вы пишите, что, значит, ну, так же не можете переварить, что он мне говорил, как себя вел, и еще что не поддержал меня во время беременности и после. Но вот об основном нужно об этом говорить с ним, видеть его раскаяния, понимать его, пытаться понять. Вы, когда говорите подобные вещи, я имею ввиду это все, вы когда говорите о том, что я не могу пережить, мне плохо и так далее. Вот когда вы подобные вещи говорите, здесь нужно понимать, что вы говорите в этот момент о себе. Вы не говорите в этот момент о нем, о мужчине, о своем музе. И о нем не говорите. И как бы вам стоит вот переключить на самом-то деле свое внимание с себя на него. Это вот то, что вам нужно сделать. Это правильная позиция. Переключить свое внимание с себя на него. И думать больше именно о нем. Но при этом, думая о нем, как бы не забывать и о том, что вы чувствуете и правильно это реализовываете. То есть, чтобы перенести этого, нужно просто разговаривать, выражать свои обиды. Общаться. Общаться. Вот. Значит, при малейших подозрениях я начинаю себя накручивать и изводить. Пишите вы. Давайте подумаем так. При малейших подозрениях на что? На то, что он общается с другими женщинами, например, у вас возникает, значит, накрутка, накрутка, и вы начинаете себя изводить. Если так, то получается, что вы в себе не уверены. И вы, опять же, не желаете что-либо менять в своей жизни, в своем поведении. То есть, по сути дела, не желая становиться для мужа, своего мужа, той, кого бы он любил, с кем он хотел только быть и никого кроме вас бы не видел, вы вместо этого начинаете его ревновать и подозриваться. Тем самым, еще больше, еще дальше, отталкивая, по сути, его от себя. И я не думаю, что эта позиция является положительной в данном случае, потому что вы, давайте будем честны, вы таким образом себе только вредите. Если вы не уверены до конца, что с вас муж только с вами, подумайте, почему он может вас обманывать. Зачем ему это объективно вас обманывать? Если вы не уверены в себе, то подумайте, в чем именно вы в себе не уверены? В каких своих чертах, качествах, победительских моделях, может быть, вы не уверены? Для того, чтобы это изменить, исправить, обратить на себя свою неуверенность, свое подозрение и то, что вы начинаете накручивать, вам нужно обратить на себя. То есть, если вы не уверены в себе, как женщина, то постарайтесь, обязательно, обязательно постарайтесь стать, как раз таки, более уверены в себе. Постарайтесь подумать, как можно стать той, в форме которой вы были бы уверены на сто процентов в себе, что вы именно та женщина, какой хотите быть вы, и вы именно та женщина, какой хочет видеть ваш муж. И тогда, вот тогда, у вас не будет оснований вести себя подобным образом, потому что вы будете видеть, например, своего мужа, вы будете видеть его глаза, как он на вас смотрит, как он к вам относится, как он с вами разговаривает, и вы будете понимать, что вы для него единственное, что никого больше, кроме вас, попросту нет. Ну а если он и в такой ситуации действительно начнет там с кем-то взаимодействовать, с какой-то вот женщиной, например, общаться и так далее, и так далее, то, конечно же, в этой ситуации вам я могу порекомендовать, опять же, не рассматривать поведение мужчины, не рассматривать поведение его, как проекцию на себя. Это вот, на самом деле, ваша, на мой взгляд, довольно-таки большая проблема, то есть, что вы проектируете на себя, то, что делает ваш муж. Он делает это, потому что у него есть свои желания, а у вас свои руководствует их своими желаниями и своими потребностями, а не требуете от него чего-то, не требуете от него какого-то поведения. Понимаете? Это и есть, по сути, ваша основная ошибка. Так вот вы не будете себя накручивать, но работа над уверенностью в себе и работа над повышением самооценки вам все-таки, на мой взгляд, необходима, потому что каждый раз, когда вы своему мужу напоминаете о том, что, ну, например, он может, допустим, вам, он может, допустим, вам изменить, когда вы напоминаете им об этом, когда вы, как бы, начинаете его ревновать, вот, ну, эта позиция, она, как бы, укореняет в голове мужчины мысль о том, что вам действительно можно изменить. То вы не уверенны в себе, то вы постоянно на него давите, а это тяжело морально, это тяжело духовно. И мужчина волей-неволей начнет засматриваться на других женщин. Вы же этого не хотите, правильно? Я думаю, нет. И если вы этого не хотите, то вам нужно переставать обратить внимание на то, что делает вас мужчина говорить о своих желаниях. И если ваш муж к вам не безразличен, а он не безразличен, раз перестал спеть, и меняется в лучшую сторону, что заметно, как вы говорите, то он будет вашу желание удовлетворять. А если вы поставите себя правильно, к тому же еще, то ему будет за огромное счастье исполнить то, что вы хотите. Но опять же, постарайтесь для этого вспомнить, кем вы были в начале ваших отношений. Кем вы были. Как вы друг другу представляете? Вот в этом направлении и старайтесь идти. И как можно больше разговаривать. Если не хотите с мужем разговаривать или боитесь испортить отношения, выберите психолога и поговорите с ним, ему выскажите все свои обиды. Но обиды нужно высказывать, без этого вам будет невозможно продолжить вашу дальнейшую жизнь. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!